МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданные показания, из-за чего торнадовцы отказались от своих адвокатов прямо в зале суда, и что же сказал свидетель? Дело темное, дело контрабандное. В чем обвиняют губернатор ужгородских таможенников, и что означает всех переформатировать? Коррупция по-британски. Сколько требовал главный тренер сборной Англии за трансферы игроков, и насколько тяжелыми могут быть последствия легких денег? Александру Пугачеву, подозреваемому в убийстве двоих патрульных в Днепре, грозит пожизненное. О подозрении ему сообщили вчера вечером, а сегодня суд должен избрать меру пресечения. Известно, что заседание будет проходить в режиме онлайн, по скайпу. В самой же истории с расстрелом патрульных еще много вопросов. До сих пор не найден пистолет, из которого стрелял Пугачев. Подробнее Елена Прынза. Сегодня появилась запись на грудной камере наблюдения погибшего Артема Кутышева, где видно, как развивались события с самого начала. Вот полицейский подходит к машине Пугачева, сообщает, что тот нарушил правила, просит показать документы. Пугачев пытается уговорить полицейского не составлять протокол. Дальше бывший торнадовец рассказывает, что он атошник, показывает шрам и достает удостоверение участника боевых действий. После этих слов Артема Кутышева, хорошо зная, что в розыске, Пугачев с пистолетом в правой руке пытается забрать у полицейского свои документы и требует отдать табельное оружие. В этот момент напарница полицейского Ольга Макаренко достает свое оружие. Пугачев выпускает две пули в уже лежащего на земле Кутышева, но Артему все-таки удается выстрелить и ранить нападающего. Патрульные останавливают эту машину, Ситроен, и говорят водителю, что они будут проверять его, пивать планшет, для того, чтобы проверить документы. Что касается удостоверения участника боевых действий, которым размахивал Пугачев, то оно не поддельное. Вот только получал его не он лично, а его мать по доверенности в органах МВД в Днепропетровской области. На то время, когда выдавалось это удостоверение, никто не отрицает то, что он действительно был участником боевых действий. Выдача здесь действительно производилась, когда он уже был у Рошикина. Почему не проверили Пугачева по своей же базе данных МВД? Этот вопрос пока риторический. Сегодня в областном управлении нацполиции расследование дела не комментируют, мол, ничего нового сообщить не могут. А вот Артем Шевченко, директор департамента коммуникации МВД, на своей странице в фейсбуке написал, в момент конфликта полицейская Ольга Макаренко забыла включить нагрудную камеру. Мало того, ни на ней, ни на напарнике не было бронежилетов. Остается и открытым вопрос, как, находясь в розыске почти год, Пугачев приспокойно жил практически в самом центре города. У него и друзей целая куча, к нему приезжал. Я не знаю, как они там, женаты, не женаты, но у него и девушка с ним, и ребенок. Вот только за все дни, начиная с воскресенья, никто из родных или друзей в больницу к Пугачеву не приходил. Сам он чувствует себя хорошо, состояние стабильное. И уже к концу недели, говорят врачи, его можно будет выписывать. Его ничто не беспокоит. Единственная жалоба на браслет, который давит в ногу. Поведение абсолютно спокойное, немногословно отвечает на вопросы. Да, нет, болит, не болит. Меру пресечения подозреваемому должны избрать сегодня. Суд будет проходить в режиме онлайн. Елена Брынза, Евгений Каденцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Окажется ли днепровский стрелок Пугачев также на скамье подсудимых, рядом со своими бывшими сослуживцами по батальону Торнадо? Сегодня было очередное заседание суда. Дело о торнадовцах закончилось скандалом. Подозреваемые отказались от своих адвокатов. Как это произошло, подробнее Елена Митясова. Судебные слушания по делу о торнадовцах переходят в режим ток-шоу по тасовке, угрозе в сторону судей, свидетелей и очередной виток кульминации. В зале суда снова скандал. Подозреваемые отказались от своих адвокатов по вине свидетеля защиты, который запутался в своих показаниях. Вот что рассказал нам прокурор. С адвокатов бойцы даже деньги назад потребовали за работу, говорят в прокуратуре. Но, к сожалению, СМИ это не засвидетельствовали. Слушание, как всегда, проходило в закрытом режиме. А пока объявили перерыв до следующего вторника. Торнадовцы должны определиться, кто же дальше их будет защищать. Мы пытались связаться с уволенными адвокатами, однако их телефоны целый день не зоны действия. А вот разделит ли участь их теперь уже бывших подзащитных Александр Пугачев, застреливший в Днепре двоих полицейских, вопрос пока открытый. Хотя уже подтверждено, он действительно бывший торнадовец, помощник командира спецроты Руслана Онищенко, главного подозреваемого по делу о похищениях, пытках и изнасиловании людей бойцами батальона в зоне АТО. Экспертиза подтвердила его полное совпадение отпечатков пальцев с дактилоскопической картой, сделанной в 2003 году в Донецке в связи с осуждением за совершение преступления. Напомню, большинство торнадовцев до вступления в ряды правоохранительного батальона имели судимости. Сейчас перед судом предстали 12. Судьба еще 11 неизвестна, а не в розыске. И за последний год, столько слушают дела, никто из них не был задержан. Елена Митясова, Владлен, 0 подробностей, телеканал Интер. В Днепре напали на депутата гурсовета от оппозиционного блока Сергея Суханова. Как рассказал сам Суханов, накануне вечером по дороге домой в машине спустило колесо, и он решил помочь водителю. В этот момент к нему подошел парень, попросил закурить, а потом неожиданно дважды ударил депутата отверткой в область груди. Суханов успел достать травматический пистолет и выстрелить, но нападавший скрылся. От ранения депутата спасло портмоне, отвертка его не пробила. Пистолет, по словам Суханова, зарегистрирован, сейчас его изучают эксперты. Вчера днем в этой же студии мы с другим депутатом городского совета давали пресс-конференцию по антикоррупции. За его время мы уже вскрыли хищение на 400 миллионов господином Филатовым. Вчера были подсвечены факты, которые опровергнуть уже было нельзя, когда стендеровы гоняют фирмы, которые фактически должны были выиграть. Заказчики это все истории мне на сейчас понятны, поэтому не секрет для меня, кто это сделал. Это сделали люди Филатов, потому что это уже неоднократно продолжается, и это не первый случай. В АПО-блоке нападения на Сергея Суханова называют политическим преследованием и требуют от правоохранительных органов найти и наказать не только исполнителей, но и заказчиков. Напомню, буквально накануне европейские политики призвали украинские власти уважать права оппозиции и независимых СМИ. С таким призывом евродепутаты обратились к правительству Украины в электронной петиции примирения вместо репрессий на крупнейшей международной платформе гражданских инициатив. По мнению европейских политиков, Украина нуждается в национальном примирении, а не конфронтации и охоте на ведьм. В петиции, в частности, упоминается и поджог редакции подробностей, и вероятный контроль крайних правых радикалов со стороны руководителей правоохранительных органов, а также нападки властей на лидеров оппозиции. Поддержать петицию может каждый, она активная и сразу же после создания собрала около 30% от необходимого числа подписей. Вот что заявляют в петиции. Цитирую. «Мы призываем руководство Украины неукоснительно придерживаться принципов политического плюрализма, уважения к независимости средств массовой информации и правам оппозиции». Конец цитаты. Остановить прокурорский террор. С таким требованием к прокуратуре Одесской области обращается оппозиционный блок. Подписи под заявлением поставили 359 депутатов областного, районных и городских советов региона. По их мнению, прокуратура начала масштабные репрессии в отношении нардепа Николая Скорика и его команды. В ОПО-блоке заявляют истинная цель задержания руководителя Одесской партийной организации Александра Орлова, которого подозревают в организации беспорядков 19 февраля 2014 года возле обл. администрации дискредитация нардепа Скорика. Депутаты-оппозиционеры всех уровней требуют немедленно снять все обвинения с Орлова, отпустить его из-под стражи и прекратить политическое преследование оппозиционного блока. А на заседании правительства сегодня предлагали уволить главу фискальной службы. Интересовались, кто из министров уже обзавелся айфоном последней модели и требовали деньги на полицию. Подробнее Ирина Романова. Проект бюджета в парламенте, но расслабляться министрам рано. Открывая заседание, предупреждает подчиненных премьер. Цифры еще будут корректировать нардепы, поэтому не стоит терять бдительности. Я просил бы неухильно брать участь в заседании комитета. Я бы тоже хотел, чтобы мы сбалансованный бюджет приняли в установленном законом термине, вчасно. Владимир Гройсман напомнил о бюджетных приоритетах, в том числе о повышении соцстандартов и необходимости экономического роста. Для этого заметил, контролирующим органам стоит ослабить давление на бизнес. В планах Кабмина также полная перезагрузка отдела внутренней безопасности фискальной службы и реформа самой ГФС. А еще упрощение системы администрирования налогов. Собственно, об их поступлении пришел отчитываться перед министрами глава этого ведомства. За 8 месяцев похвастался Роман Асиров, налоговики собрали на 110 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. И все благодаря электронным сервисам и реформе таможни, в том числе единому окну и работе мобильных групп. В последние 2 недели мобильные группы очень эффективно работают по импорту таких товаров, как 7-й айфон. Они еще не сертификованы и никакого телефона не размыты официально. Так, если вы видите какой-то айфон 7-й, можете этим людям сказать, что они злочинцы. Я надеюсь, что ни в кого нет. Достижения налоговиков отметил министр финансов, но похвалой не ограничился. Темпы реформования не задовольняют никого, я думаю, тут. И самого Романа также не задовольняют. И главным проблемой остается коррупция. А вот гость нардеп от самопомощи Андрей Жужей был категоричен. Главный фискальщик уже 8 месяцев не предоставляет его коллеге по фракции Виктория Войцыцкой информацию о задолженности Укрнафты. Не справляется ГФС и с конвертационными центрами, которые ежегодно наносят государству миллиардные убытки. И потребовал от премьера уволить Насирова. Дальше министры принялись за перераспределение бюджетных средств Минсоцполитики и Минкульта. Но тут вмешался министр внутренних дел. Пропозиция МВС у вас 2 месяца находится. Моведе перераспредел 97 миллионов гривен на проведение капитального ремонта в гуртожитках в Луганске и Донецке областях, чтобы там полицейские могли жить. Пропонуем про предборание зброи. У вас грошей на выплату зарплаты нацполиции выстачает зараз? Мы вымываем там решение, решите питание. Мы одна команда. У нас есть обмежный ресурс. Решение о выделении денег МВД принято еще на прошлой неделе, заверил премьер. Завтра на заседании СНБО его завизируют и деньги на оружие, и ремонт общежитий силовики получат. Ирина Романова, Геннадий Никенко. Подробности. Телеканал Интер. Сегодня также стало известно, правительство будет возвращать неиспользованные гражданами субсидии в госбюджет. Согласно постановлению Кабмина, неиспользованные субсидии за коммуналку, отопление, газ и электроэнергию вернутся в казну простым вычетом из общего фонда субсидий стоимости фактически использованного объема каждой из предоставляемых коммунальных услуг. Илья Кива, советник главы МВД Авакова, поддерживает нардепов, которые лоббируют закон о свободном владении оружием. Об этом бывший главный наркоборец страны заявил в эфире 24 канала. Кива отметил, сегодня в Украине нет проблем с приобретением оружия гражданскими лицами и подчеркнул, у него самого его хватает. При этом сколько именно, не уточнил, но отметил достаточно. Не только для обороны, но и для нападения. Я неоднократно выставлял и в фейсбуке свое оружие, которое у меня находится из разряда охотничьего. Послушайте. А много у вас оружия? Достаточно. Багато это сколько? Ну достаточно. Достаточно для чего? Для чего? Как для обороны, так и для нападения. А для пулевания там есть оружие? Для пулевания, да, конечно есть, на преступников. Напомню, Илья Кива один из участников акции против телеканала Интер. Более того, как показывает собственное расследование оппозиционного блока, он один из организаторов нападения на студию подробностей. Камеры наблюдения зафиксировали Киву возле нашего офиса во время поджога. Было ли при нем тогда оружие, неизвестно. Как ничего неизвестно и о ходе расследования этого нападения. Идею Авакова законодательно закрепить презумпцию правоты полицейского горячо поддержала Хатия Деканаидзе. Сегодня, после презентации тренингов для участковых полицейских исследователей Киевской области, она рассказала, какие изменения в закон о нацполиции готовятся внести. Это запрет водителям покидать автомобиль при остановке полицейским, ответственность за словесное оскорбление полицейского и увеличение времени предварительного задержания. Если поправки пройдут Верховную Раду, полицейские получат значительно больше прав. Сперва надо подчиняться, сперва надо выполнить все указания, которые вам дает полиция, и потом уже мы будем разбираться и суд, и прокуратура, то, что там случилось. То есть словесное оскорбление полицейских должно быть наказуемо. Это обязательно, потому что это влияет на мотивацию полиции. Но самое главное, хочу сказать, как бы это концептуально бы ни звучало, если все не поменяется, начнет меняться сверху, то никакие стандарты и законы нам не помогут. Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на инициативу министра внутренних дел на законодательном уровне внести понятие презумпции правоты полицейского. Сразу возник вопрос, если в Днепре патрульные стали жертвами опасного преступника, то как быть с историей в Кривом озере? Там полицейские всего месяц назад застрелили пьяного дебошира. В таких ситуациях тоже должна действовать эта же презумпция правоты. Разное мнение изучал Кирилл Ющишин. Презумпция невиновности полицейского сегодня одна из самых обсуждаемых тем в сети. Министр внутренних дел предлагает ввести следующее правило. Сначала подчиняйся полицейскому, потом обжалуй. Шквал комментариев вызвало и заявление нардепа Антона Геращенко, советника министра Авакова. Он сказал, погибший в Кривом озере от пули полицейского Александр Цукерман виноват сам. Напомню, в день независимости наряд полиции приехал по вызову успокоить пьяного дебошира. Полицейские зверски избили его и расстреляли практически в упор. На видео с снятым очевидцами видно, у погибшего Цукермана руки скованы наручниками. По мнению Геращенко, полицейские были неправы только лишь в том, что стреляли в упор и не из стабильного оружия. А в остальном Цукерман сам виноват. Немаловажно, эти копы из Кривого озера все прошли переаттестацию в новую полицию. Подобная позиция руководства МВД и нардепов возмутила многих. К примеру, известный волонтер АТО и бизнесмен Давид Арахамия написал обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову, в котором напомнил министру, как еще два года назад при Януковиче он сам был ярым противником расширения полномочий милиционеров. Волонтер приводит несколько примеров из личного опыта, когда милиция, а теперь полиция, выполняла роль обычных вымогателей, шантажируя бизнесменов уголовным преследованием. «Все эти уроды в погонах, крышующие бордели, покрывающие незаконные подпольные игровые залы, курирующие бурштыновую контрабанду, раздирающие заводы на металлолом, подыгрывающие фермерам-феодалам в борьбе за не свои урожаи – это они олицетворения правопорядка в нашей новой стране». Конец цитаты. Обращение волонтеров в считанные часы обрело массовую поддержку среди пользователей соцсетей, а вот ответа министра на критику пока не последовало. Что же касается расследования убийства Сукермана, на каком оно этапе сегодня узнать не удалось. Следователь в командировке. Сами полицейские, подозреваемые в убийстве жителя Кривого озера в СИЗО, суды избрал им меру пресечения ареста на два месяца. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Всех переформатировать – очередное громкое заявление Геннадия Маскаля. На этот раз его гневно навлекли на себя сотрудники таможенного по статистам. Они, утверждает губернатор, грубо нарушили таможенный кодекс и должны понести наказание. Что значит переформатировать и за что, выясняла Марина Коваль. Заявление Геннадия Маскаля появилось на его официальном сайте. Закарпатский губернатор требует отстранить от работы всех таможенников по статистам, которые находятся на украинско-венгерской границе возле ЧОПа. Причины не конкретизированы. Только то, что сотрудники поста грубо нарушают таможенный кодекс. И в конце текста, цитирую, на таможне должны работать профессионалы и патриоты, а не заработчане. Приоткрывает завесу тайны, почему губернатор требует уволить таможенников его помощник. С оперативной информации я надеюсь, что в прошлый неделю через митный пост была переведена на угорский бік крупная партия контрабандных товаров. Собственно, как наших митников и угорцы так же заплющили, в лапках заплющили на эту контрабандную очи. Она не затримана, но установлен факт, что она точно пришла на территорию Угорщины. По неофициальным данным, речь идет о крупной партии контрабандных сигарет. Их перевозили в грузовом автомобиле, по накладным это были дрова. Товар следовал в Словакию, но почему-то через венгерскую границу, хотя в Ужгороде есть пункт пропуска прямо на украинско-словацкой границе, и так было бы гораздо ближе. С нашего боку было взвернение головы вода до Угорского антикоррупционного бюро. Распоряжение Геннадия Москаля, направленное закарпатским таможенником, носит рекомендательный характер. Исполнит ли его и будут ли громкие увольнения на закарпатской таможне, пока неизвестно. Официальных комментариев там не даются. Общили только, что проводится служебное расследование. А вот с венгерской стороны показательное задержание таможенников не в диковинку. Вот оперативное видео прошлого года, когда арестовали 18 сотрудников поста Захань на венгерской границе. Это как раз по ту сторону КПП ТИСа. Их подозревают во взяточничестве и пропуске контрабандных товаров, в основном сигарет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В Харькове разгорается скандал в управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Несколько пожарных организовали свой независимый профсоюз, чтобы добиваться права на лучшие условия труда. Но руководство признавать новую ячейку не желает. В адрес недовольных посыпались масса нареканий. Бойцы теперь на грани увольнения. Подробнее Светлана Шакера. Начальник караула Александр Жиренок показывает свою рабочую технику. Засов для дверцы пожарной машины мастерили сами. Подошел оконный шпингалет. Все требует замены, потому что они уже старенькие, они уже все текут, латанные, перелатанные. Мы их уже многократно чиним, чиним и чиним. А вот в такой одежде приходится бороться с огнем. Ну это костюм сварщика. Представьте себе, что как только вы намокли, а пожар это везде вода, курсанты должны ходить в такой одежде боевой. С просьбой улучшить условия труда простые спасатели пытались достучаться до руководства. После безуспешных попыток решили создать свой профсоюз, как это уже сделали их коллеги в 11 областях. Но в ответ, говорят, их руководство устроило настоящую травлю. Нас объявили врагами, пожарной охраной, и начался прессинг. Прессинг – это всевозможные служебные расследования по поводу ИБЕС. То есть часть сотрудника уволена, были обзвоны родственникам. В управлении службы по чрезвычайным ситуациям, говорят, в Харьковском гарнизоне уже есть своя официальная профсоюзная ячейка из вольно-наемных. Создавать какие-либо объединения аттестованным сотрудникам запрещает Кодекс гражданской защиты. А взыскания бойцы получили по делу. Они не сдали, как я еще раз повторю, физическую подготовку и профессиональную подготовку. И вот они за это были привлечены к определенной дисциплинарной ответственности. Конфликт уже перешел в судебную плоскость. Помочь спасателям отстоять свое право на лучшие условия труда на сегодняшнем импровизированном профсоюзном собрании пообещал представитель профсоюза в Украине Верховной Раде. Наша команда все сделает. Мои коллеги по парламенту, чтобы дать возможность этим ребятам получить свой профсоюз. Во всем мире эта практика существует. И законодательно, я вам как законодатель говорю, они имеют право на создание профсоюза. И мы реализации такого права будем добиваться. За время борьбы ряды первоначальной профсоюзной ячейки энтузиастов значительно поредели. Кого-то отговорили, кого-то уволили. Но спасатели не сдаются. Говорят, за свои права будут бороться до конца. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. У Артема Сытника, руководителя национального антикоррупционного бюро, нашли незадекларированные квартиры. Об этом на своей странице в фейсбук написал нардеп Сергей Каплин. По его данным, речь идет о квартире в 60 квадратах в Кропивницком, а еще о недвижимости в Харьковской области. Каплин также обвинил главного антикоррупционера в нежелании расследовать квартирные операции нардепов Сергея Лещенко и Светланы Залищук. И заявил, что уже направил официальный запрос в ГПУ с просьбой разобраться в квартирных скандалах. А также подал в парламент проект постановления о создании рабочей группы, которая должна выяснить правомерность получения денег на покупку квартир, в частности главой НАБУ. Мы обратились за комментарием к самому Светнику, но пока ответа нет. Тормозной заслон для безвиза. Механизм при остановке безвизового режима должен быть дополнен требованием продолжить антикоррупционные реформы наряду с судебной, считает докладчик по вопросам Украины в Комитете по иностранным делам Яцек Сариуш-Вольский. Также евродепутат подчеркнул, безвиз должен быть предоставлен Украине уже сейчас. Напомню, вчера Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима. Следующий шаг – трехсторонние переговоры между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским Советом. После этого в резолюцию о визовой либерализации с Украиной проголосуют евродепутаты. За обман в декларации, арест и штраф во Франции осудили экс-министра за недостоверные данные о своем имуществе. Емину Бенгиги, бывшего министра по делам франкофонии, которую называли светской львицей правительства 2012 года, суд приговорил к двум месяцам тюрьмы и штрафу в 5000 евро. Также в течение года ей запрещено занимать выборные должности, согласно материалам обвинения. В декларациях об имуществе за 2012, 2013 и 2014 годы Бенгиги не указала, что была совладелицей акций бельгийской компании стоимостью 430 тысяч евро. Налоговый скандал международного масштаба. Власти Германии проверяют деятельность 20 крупных международных банков. Что это за финансовые институты и в чем их подозревают? Татьяна Лагунова подробнее. Пока это только расследование, но у него есть все шансы спровоцировать очень громкий международный финансовый скандал. Власти Германии начали проверку деятельности крупных банков из разных стран мира по подозрению в налоговых махинациях. Официальные лица проведения расследования никак не комментируют. Достоянием общественности эта информация стала благодаря СМИ. Журналисты сразу нескольких изданий сообщили. В распоряжение органов финансового надзора земли Северный Рейн-Вестфалия попал диск. Он якобы содержит данные о налоговых махинациях, которыми могли заниматься немецкие международные банки. По данным СМИ среди них крупная рыба. Джейпи Морган, ЮБС, Морган Стейнли, Барклис и другие. Налоговики подозревают, банки якобы неоднократно оформляли возврат налога на доход с капитала, уплаченного один раз. Только по предварительным оценкам, потери Германии в результате таких операций могли составить до 10 миллиардов евро. Банки, которые подозревают в налоговых махинациях, пока отмалчиваются. А если и комментируют, то отвергают все подозрения. Расследование тем временем идет полным ходом, и если вина финансовых институций будет доказана, им грозят крупные штрафы, как самим банкам, так и отдельным сотрудникам. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И еще один скандал, связанный с банками. 300 миллионов долларов на путешествия и проституток. В Великобритании судят банкиров, которые отмывали деньги и тратили их на роскошные развлечения. Топ-менеджеры банка HBOS провернули махинацию, в результате которой якобы одолжили средства подставной компании. Но получили себе в карманы. Этот банк уже оказывался в центре скандала после финансового кризиса 2008 года. Тогда от банкротства его спасли только 30 миллиардов из госказны. И в той же Великобритании во все обсуждают еще один скандал. Вскрылась коррупция на самом высоком уровне в английском футболе. Главного тренера национальной сборной уличили в недобросовестных сделках. Мол, тот наживался на трансферах игроков. Какая расплата его ждет, узнаем у британского субкора Оксаны Кундеренко. Большой Сэм – большие взятки. Полмиллиона долларов для главного тренера сборной Англии чуть выше его месячной зарплаты. Но Сэм Эллардайс и такими левыми копейками не брезгует. Думаю, за один раз 1100 мне будет вполне достаточно. Вы, ребята, договариваетесь о встречах. Я прилетаю сюда, останавливаюсь в отеле, провожу все переговоры и максимум через день возвращаюсь. Десять месяцев журналистского расследования под прикрытием. Две поездки в Гонконг и Сингапур. Четыре часа переговоров в дорогих ресторанах и откровение на скрытую камеру. Речь шла о трансферах футболистов через третьи руки, когда агенты получают комиссионные от продаж. Эллардайс обещал за деньги содействовать таким незаконным сделкам. Так что, третья сторона – это проблема? Это не проблема. Совершенно не проблема. Значит, есть способ ее обойти. Я знаю тех, кто делал это годами, конечно, когда на кону огромные деньги. То, что для Эллардайса не проблема, для FIFA – рабство. Практику, когда игроками владеет третья сторона, запретили в прошлом году. Но кто же откажется от легких прибылей? В этом сезоне английский трансферный рынок побил очередной рекорд – полтора миллиарда долларов. Кроме явно коррупционных сделок, Эллардайс еще и наболтал лишнего. Например, назвал глупыми планы по реконструкции стадиона Уэмбли. Принца Гарри обозвал дряным мальчишкой своего предшественника на посту тренера сборной Роя Ходжсона бесхребетным воем. Тот букву «Р» не выговаривал. Все расшифровки журналисты передали в английскую футбольную ассоциацию, которая как раз сейчас на Уэмбли заседает, инцидент расследует. Эллардайс держит паузу, но рано или поздно предстоит объясняться. Конечно, я нервничаю. Такая работа всегда нервная. Ты ждешь, что игроки выйдут на поле и сделают все, как ты сказал. Что они принесут только победу. Это слова тренера перед первым матчем сборной под его началом. Эллардайса позвали спасать команду после провала на Евро. В отборе на чемпионат мира англичане все-таки вырвали победу у словаков. Возможно, первую и последнюю для своего наставника. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Мантии при них. Почему судьи, нарушившие присягу, смогут и дальше вершить правосудие, и кто саботирует реформу в действии. Их взгляды встретились. Трамп и Клинтон сразились в словесной дуэли. Чем брали зрителя два кандидата? И вот, как сообщают мои коллеги, буквально в эти минуты закончилось заседание Шевченковского райсуда Днепра, на котором избирали меру пресечения стрелку Александру Пугачеву. Заседание, напомню, проводилось в онлайн-режиме, и Пугачев находится в больнице. Решение суда таково. Два месяца ареста без права внесения залога. Авария во Львове. Автомобиль врезался в группу работников дорожной службы, которые наносили разметку, а потом протаранил грузовик. ДТП произошло возле села Конопница городовского района. Как сообщили в полиции, водитель проигнорировал предупреждающий дорожный знак. Один сотрудник Украфтодора погиб на месте. Шофера легковушки и троих его пассажиров с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, где водитель скончался. Напомню, аналогичная авария произошла на прошлой неделе в Николаеве. Тогда погибли 4 человека. Новые жертвы суррогатного алкоголя. Их уже 28 в трех областях Украины. Харьковской, Донецкой и Николаевской. Еще 24 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. Только за последние сутки умерли 10 человек. Большинство отравившихся в Харьковской области. Таких 18 человек. Все пили водку, которую покупали на разлив в сельских магазинах. И все умерли. Собственница сети сейчас находится под стражей директора еще двух магазинов, где продавали суррогат под круглосуточным домашним арестом. И по предварительным данным алкоголь разливали в подпольном цехе в Харьковской области. Во время обыска изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости. Более тысячи судей, которые нарушили присягу, могут избежать ответственности и даже продолжить вершить правосудие. Часть из них сажавшая за решетку участников Евромайдана. Кто саботирует судебную реформу и почему парламент просит собраться на внеочередное заседание? Подробности в сюжете Ольги Рыцарь. Бесконечное голосование в унисон за. Так депутаты увольняли судей несколько последних пленарных недель. И так одним махом должностей лишили практически полтысячи служителей Фемиды. Казалось бы, судебная реформа в разгаре. Только вот большинство этих судей сами написали заявление об отставке. И все для того, чтобы не раскрывать свое состояние после принятия закона об электронном декларировании и не нести за это ответственность. Тем временем под видом решительных реформ нардепы забыли направить на новый конкурс 700 судей, у которых закончился строк полномочий и уволить почти 1200 за нарушение присяги. Из них почти 30 служителей Фемиды лишали правоучастников Евромайдана и бросали активистов за решетку. Там достаточно много судей, до которых есть большинственные претензии сбоку гражданности. И, соответственно, если они не будут выбраны, или не будет взглянуто вообще вопрос о них, то тогда Верховная Рада передаст все материалы в Верховной Раде правосудия, которая будет, ну, в основном, за общими правилами, мало не автоматично, без любого конкурса, вносить подание про их призначение на посаду. Уже через три дня, 30 сентября, вступают в силу изменения в Конституцию. И все эти полномочия переходят от нардепов на воссозданному Высшему Совету Правосудия. А для него нарушение присяги с судьей – не повод для увольнения. Если Верховная Рада их не освободит до 30 вересня, когда, в общем, возникает такая подстава для освободения, как порушение присяги, то, фактически, для таких судей будет амнистией. Активисты обратились к президенту и парламенту срочно собрать в ней очередное заседание Верховной Рады до конца сентября, чтобы решить этот вопрос. С таким же предложением выступила фракция «Самопомощь». Но депутаты коллег не поддержали. Все те люди, которые голосовали за судовую реформу, и эти повноважения от парламенту забрали, и передали Верховной Раде правосудия, колишней Верховной Раде юстиции. А теперь они говорят, что нет, давайте в последний момент парламент это сделает. Воно для меня выглядит где-то нелогично. Поэтому я до этого ставлюсь снова, как до какой-то очередной, на жаль, непрофессионной пиарной акции. Все нужно делать вчасно. Все подняли гвалт, что могут выбрать не тех, кого нужно. Хотя, на мою думку, это вопрос достаточно спирное. Не факт, что парламент уберет тех, кого нужно. Поэтому мы свидетелями, на жаль, чергового пинг-понгу между довольно повильными действиями влады, которая не может или не способна вчасно решить эти вопросы. Закон о Верховном Совете правосудия, который и будет назначать и увольнять судей, президент уже направил в парламент. Согласно документу, в составе Совета будет 21 человек. Это представители разных общественных организаций, научных учреждений, а также бывшие судьи. Но новый состав заработает только через два года. А пока все решения будут принимать члены бывшего Совета юстиции. Ольга Рыцарь, Сергей Килимник, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». И уже вечером президент на своей странице в Facebook также призвал нардепов собраться на внеочередное заседание до 30 сентября и проголосовать за увольнение всех судей, нарушивших присягу. Этот список уже подал в парламент Высший Совет Юстиции. На обращение президента отреагировал спикер Верховной Рады. Андрей Порубий подписал распоряжение, в котором назначил внеочередное заседание на 29 сентября. Батькищина начинает общенациональное движение за проведение всеукраинского референдума по запрету продажи сельскохозяйственной земли. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила во время форума аграриев. По ее словам, Кабмин начал подготовку продажи сельхозугодий в то время, как большинство фермерских хозяйств не имеют средств на покупку земли, которую они обрабатывают. Мы начинаем общенациональный движение за проведение всеукраинского референдума по запрещению продажи сельскохозяйственной земли. До тех пор, пока наши фермерские семейные хозяйства будут поставлены на мощные ноги, начнут зарабатывать, перерабатывать свою продукцию, и у них будет достаточно денег для того, чтобы действительно продавать эту землю, которую они много лет будут обрабатывать. 75 лет трагедии в Бабьем Яре. Тогда, в 41-м, только за два дня нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. Позже немцы стали убивать ромов, партизан и украинских националистов. Всего в Бабьем Яре погибло более 100 тысяч человек. Многие имена до сих пор неизвестны. Эти дни в Украине траурные, на запланированные в Киеве памятные мероприятия прибыл и президент Израиля. На площади перед администрацией президента состоялась торжественная церемония встречи. После президент Порошенко провел переговоры со своим израильским коллегой Тет-Атет. Ближе к вечеру главы государств отправились в Верховную Раду. Там сегодня проходили парламентские слушания, посвященные трагедии в Бабьем Яре. Президент Израиля выступил с речью, почтил память невинно убитых евреев. Среди них были и его родственники. Также Ревлин заявил, что Израиль поддерживает Украину и в борьбе со страной-агрессором, и в проведении реформ. Здесь в Украине тысячу лет жила значительная часть еврейского народа. Здесь, на украинской земле, родились лучшие сыновья еврейского народа. Израильский министр и даже бывший президент. Мы должны усвоить этот урок истории. Сейчас перед Украиной и Израилем непростые задачи. Но мы не откажемся ни от свободы, ни от полноценной жизни, ни от процветания. Шоу, которое смотрел весь мир. Сегодня ночью по киевскому времени в США прошли первые президентские дебаты. Хилари Клинтон и Дональд Трамп впервые сошлись лицом к лицу. Их заявления, шутки и оговорки теперь цитируют практически все СМИ. Кто из кандидатов выглядел сильнее и какую стратегию выбрал каждый из них? Мой коллега Дмитрий Анопченко следил за происходящим в Соединенных Штатах. Эти дебаты смотрели и в Ньюзрумах, и в Пивнушках. С таким интересом в Америке только за Суперкубком следят. Когда у экранов болельщики обеих команд и важен не только результат, но и красота игры. И вот он, старт дебатов, которых так ждали в Америке. Стилисты Хилари в этот вечер сделали невозможное. Оказалось, она помолодела лет на 20. Держалась уверенно, постоянно улыбалась, называла Трампа на «ты». Просто Дональд, в то время как он именовал соперницу «миссис госсекретарь». Ну а Трамп был просто с самим собой. Выбрал на эфир любимый синий галстук, не особо переживал о гриме. Атаковать друг друга начали с первых же минут. «Вас послушаешь, так к концу вечера окажется, что я одна вообще во всем виновата», – пожаловалась Клинтон. В пивной покатились со смеху, когда Трамп невозмутимо отреагировал. А почему бы и нет? Ньюзрум тоже загудел, как растревоженный улей, когда кандидаты перешли на личности и не стеснялись в выражениях. Она не выглядит как президент, у нее нет выносливости. Я уже говорил, что у нее этого нет и повторяю, не верю, что выносливости у нее хватит, чтобы быть президентом страны, нужна выносливость просто невероятная. Он перешел от внешнего вида к выносливости. И этот человек, который называл женщин свиньями, неряхами и собаками, это тот, кто говорил, что беременность – неудобство для работодателя, кто на конкурсе красоты назвал женщину мисс поросенок, а потом еще и домохозяйкой, потому что она латиноамериканка. Трамп сказал, что это ложь, но перепалка оживила бары. Всем было интересно, как Хиллари и Дональд держат удар и чего еще наговорят. Но когда в полуспора кандидаты перешли на личности и стали выяснять отношения, даже подогретые пивом и эмоциями зрители возмутились. Ну, сколько можно? Да они сжирают друг друга. Вместо того, чтобы говорить по делу, вместо того, чтобы говорить с американцами, они между собой перепалку устроили. Ну, Хиллари хоть на вопросы отвечает, а он вообще ничего конкретного не сказал. А Ньюзрум больше всех ждал конкретики. И оживился, когда кандидаты перешли к экономике. Прессу размешила домашняя заготовка Клинтон. Мол, секретный план Трампа, потому и секретный, что у него на самом деле никакого плана вовсе нет. План, который предлагает Дональд, обрушит экономику. Это на самом деле некая экстремальная версия. Крупнейшее урезание налогов для богатых в истории нашей страны. Люди не могут привезти деньги в страну, потому что политиканы, такие как Клинтон, не дают им это сделать. Обременительные налоги, бюрократия всяческая. Вот что на самом деле плохо. Они спорили о праве наношения оружия, о хакерах, о национальной безопасности. Журналисты никак не могли определиться. Кто же все-таки сильнее? Трамп намного ярче. Хиллари вроде сильнее. Трамп хорош, не делает ошибок, чего тут все так ждут. Они проговорили полтора часа без остановки. И оба уходили с шоу в полной уверенности, что выжили из этих дебатов максимум. Понятно, что после этих дебатов оба кандидата, что Трамп, что Хиллари будут уверять своих сторонников, мол, это они победили. Понятно, что очень скоро рейтинги и соцопросы покажут, кто из них прав. Но не стоит забывать, что это первый, но не последний шанс все изменить. И впереди еще два тура президентских дебатов. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. А результаты опросов к этому моменту уже появились. И выбор американцев неоднозначен. CNN объявили, что американцы, которые смотрели трансляцию на их канале, отдали победу Клинтон. Правда, вскоре выяснилось, что эти данные получены после телефонных звонков всего около 500 зрителей. А аудитория канала известна симпатией к демократам. Журнал Times, ссылаясь на 600 тысяч проголосовавших на их сайте, дает 60 на 40 в пользу Трампа. Журнал Fortune при 300 тысячах проголосовавших отдает победу Трампу с небольшим перевесом 51%. 54% дает ему опрос CNBS против 46 у Клинтон. А это означает, явного лидера в нынешней кампании не будет до самого последнего дня голосования. В Саудовской Аравии женщины восстали против вековых традиций. Они требуют больше свободы. Соответствующую петицию уже направили правительству. Чего именно хотят активистки? Об этом и не только в нашем международном обзоре. В японских ресторанах протестируют систему специальных кресел для очередей. Спецмебель, оснащенная автопилотом, подвозит клиентов к кассе. А затем отъезжает в конец очереди. Работает по тому же принципу, что и японские автомобили с функцией селф-драйв. Она автоматически держит безопасное расстояние между предметами. Кроме того, по мнению разработчиков, чудо-кресло избавит ожидающих от физического напряжения и стресса. В Саудовской Аравии более 14 тысяч активисток подписали петицию о подмене опекунства над женщинами. В этой стране они до сих пор не могут путешествовать, устраиваться на работу, снимать жилье, заключать или расторгать брак без согласия на то супруга, отца или брата. За последние несколько дней канцелярию короля страны буквально завалили письмами в поддержку петиции. Официальной реакции на документ пока нет. Выиграл миллион из вежливости. В Новой Зеландии мужчина сорвал джекпот в лотерею, но удачу ему принес невежа, который протиснулся к кассе без очереди и купил билет перед ним. Но именно следующий набор цифр и оказался выигрышным. За призовые деньги счастливчик планирует купить новый дом. Почти 25 тысяч долларов потратил британец Джек Джонсон на пластические операции. Парень мечтает выглядеть как Дэвид Бэкхэм. Об отчаянном фанате мир узнал после того, как его пригласили на утреннее шоу на одном из телеканалов. Джонсон рассказал, он безработный, живет на пособии и ради операции влез в долги. Парень уже скорректировал подбородок, скулы и зубы, но говорит, чтобы стать похожим на кумира, ему нужно еще 30 тысяч долларов. Пар над Европой. Ученые НАСА, наблюдая за гейзерами на поверхности одного из спутников Юпитера Европой, заметили газовые выбросы. Предположительно, это водяной пар. Ранее в НАСА не исключали, что поверхность спутника состоит изо льда, под которым находится соленый океан. Эксперты считают, это небесное тело одним из самых вероятных мест, где в пределах Солнечной системы может существовать жизнь. Из чего состоит пар, проверят в 2018-м, когда к Европе запустят телескоп Джеймс Веб. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Индере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова